Нужно жить ради цели, а не ради звания. Божья цель важнее, чем ваш статус. Для того, чтобы жить с целью от Бога, не обязательно иметь титул, звание или высокую должность. Вы можете быть лидером вашей компании, какую бы должность вы при этом не занимали. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться им с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. Это точно. И вы победитель в жизни. Все потому, что в вас живет Иисус. Иисус проповедовал из лодки, а в это время люди были на пляже. Они сидели и слушали. Правда, прекрасно было бы, если бы у нас тоже был филиал церкви где-то на пляже, чтобы мы могли приезжать туда в отпуск, отдыхать и назидаться. Итак, Иисус проповедовал в Галилее, в Назарете, в своем родном городе. Он рассказывал разные притчи. В 13 главе Матфея мы видим целых 7 притч, которые Иисус им поведал. Он пытался объяснить людям, кто Он, какой на самом деле Бог и какие на самом деле небеса и Царство Божие. Первые 4 притчи он поведал людям, собравшимся на побережье. Остальные 3 притчи он рассказал уже более узкому кругу людей, самым близким. Он сказал им следующее. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все. Он продает все, что имеет и покупает поле то. А теперь, скажите, продает». Он знал, что сокровище скрыто на этом поле. Он искал это сокровище, он нашел, он все продал и приобрел это поле. И кажется, на этом притча и заканчивается. Но Иисус хотел, чтобы его команда хорошо это усвоила, поэтому он продолжил. «Еще подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Он продал все ради этой жемчужины. Раньше выражение «он продался» имело сугубо негативную окраску. К примеру, хороший спортсмен начал рекламировать зубную пасту. О нем сразу же говорили «А, вот этот продался». Сейчас это уже не кажется таким уж предосудительным. Все пытаются что-то продать, и это стало нормой. И люди без стеснения используют свои социальные сети, чтобы что-то кому-то продать. Я помню, в начале 90-х годов я слушал группу «Диситок». Надеюсь, помните такое. А помните, они в начале были рэп-группой? Я помню, у них была такая песня в стиле «рэп». Там были такие слова «Я люблю музыку, рэп, и буду любить ее всегда». «Она меня расслабляет, рэп — это явно мое». Помните песню «Наконец свободен я». А помните такую песню «Любовь — это глагол?» «О, я знаю все песни группы «Диситок» в стиле рэп». Но вот в 96-м году они продались, они перестали писать рэп. Они выпустили альбом под названием «Джизус Фрик». Почему же они продались? Они вдруг выпустили альбом в стиле рок. Ребята, зачем вы продались? Вы же сами говорили, что очень любите рэп. Зачем вы вдруг начали писать песни в рок-стиле? Они искали новый звук для себя. Для них главное было не сам жанр, в котором они исполняют свои песни, а новый звук. Кто-то из вас тоже должен найти новый звук, чтобы в вашу жизнь пришло новое от Бога. А в результате альбом «Джизус Фрик» стал самым успешным христианским альбомом в 90-х. Продалось больше альбомов, чем даже у Майкла Даблью Смита, у Чапмана и прочих популярнейших христианских исполнителей. Я знаю их всех, поверьте, но ты не можешь продаться в хорошем смысле, не пожертвовав чем-то. В этом и есть смысл этих притчей. Он продал все ради жемчужины. Это притча о приоритетах. Куда ты стремишься? Какую жатву ожидаешь? У тебя есть определенная цель? Или ты идешь по жизни без цели? Потому что этот человек нашел то, за что он был волен пожертвовать всем. Ты живешь и вдруг находишь поле, или находишь сокровище, и тебе нужно все взвесить. Купец, готов ли ты ради этого пожертвовать абсолютно всем в своей жизни? Этот купец не был бездомным. Он был вполне обеспеченным человеком. Он нашел то, за что был готов отдать все, что имел. Он не мог и оставить то, что имел, и приобрести эту жемчужину. Все дело в приоритетах. Кто-то из вас играет с Богом в игры. Одной ногой вы в церкви, а вот другой в мире... Одной ногой вы в отношениях с Богом, а другой в разных греховных похотях. Но вам нужно закрыть дверь в вашу жизнь прямо перед носом дьявола и не отдать ему ни копыта. Вам нужно полностью посвятить себя, полностью продаться призванию Божьему на вашу жизнь. Я предлагаю вам сегодня две вещи, которым вы можете посвятить себя или продаться. Во-первых, вы можете продаться жемчужине под названием «Цель жизни». Продать все ради жемчужины цели. Нужно жить ради цели, а не ради звания. Божья цель важнее, чем ваш статус. Для того, чтобы жить с целью от Бога, не обязательно иметь титул, звание или высокую должность. Вы можете быть лидером вашей компании, какую должность вы бы не занимали. Вы можете начать жить с целью. Давайте посмотрим послание к Колоссинам 3, главу 23 стих. «И все, что делаете, сказано тут, вот она моя цель, и все, что вы делаете». То есть речь идет не о вашей должности. Все, что вы делаете. Продаете ли вы кофе или учитесь в старших классах, студент вы или волонтер в молодежном служении церкви. Может, вы в службе порядка или учитель детской церкви? Вне зависимости от того, кто вы. Мама, папа, пастор, летчик. Все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. То есть моя цель — всем, что я делаю, прославить Бога. Если я продан цели служить царю, то мне не нужно, чтобы меня заметили люди. Мне не так важно одобрение людей, потому что я живу не ради похвалы людей, но я живу, чтобы угодить моему Отцу на небесах. Я проповедую ради похвалы от Господа, и, воспитывая своих детей, я стараюсь все делать как для Господа. Иоанн Креститель открыл для себя такую жизнь. Все, что он делал, он делал для Бога. Он был любопытной личностью. Ел акридов и мед, и ходил в льняной повязке, и Богу это нравилось. Это так, к слову. Он пришел, как Джордж из джунглей, и проповедовал, «Покайтесь, приготовьте путь Господу». Он ни на кого не смотрел. Он был полностью свободной личностью. Он крестил тысячи людей. Он нравился Богу. И знаете, пришел момент, когда люди его оставили и начали идти за Иисусом. Вот что на это сказал Иоанн Креститель. Вот как мы узнаем, когда людям важнее высшая цель, чем их собственные регалии. Они живут не для того, чтобы нравиться людям, чтобы люди следовали за ними и подписывались на их страничку. Они довольны любым званием и статусом. Их цель не связана с одобрением людей. Им главное — жить для Бога. Поэтому, когда к Иоанну Крестителю подошли и сказали, что многие теперь следуют не за ним, а за Иисусом, он сказал «Да». Ему должно расти, а мне умоляться. Моя цель не в том, чтобы самому сделаться известным. Моя цель — сделать известным Его. Поэтому, когда это твоя цель, ты становишься независимым от мнения людей. Никакого давления, никаких комплексов. Иоанн говорит «Да, так и должно быть. Я живу ради Его славы. Я живу для того, чтобы указать людям на Иисуса». Если вы не посвятите себя цели полностью, вы не сможете до конца раскрыть свой потенциал. Ну, а второе — продать все ради жемчужины вашей личности. Бог создал вас уникальным. У вас есть Его уникальный замысел. Бытие — первая глава. Мы созданы по Его образу. И вашей личности есть жемчужина. Кто-то скажет, мой муж или моя жена — это скорее не жемчужина, а камень, кремень, что ли. Мягкости там не было и нет. Но вам не нравится жемчужина личности другого, потому что вы сами себе не очень-то нравитесь. На самом деле вы презираете себя, и поэтому их плюсы тоже не видите. Вам нужно принять себя таким, каким вас создал Бог. Царство Божие — это непросто. Вы покаялись и приняли Бога в свое сердце. Вы должны принять замысел Бога, то, каким уникальным Бог создал вас. Он сотворил вас именно таким, чтобы вы могли по-своему Его выразить на этой земле. И Он хочет, чтобы вы на все 100% смогли раскрыть свой потенциал, а не только на 20 или на 50, чтобы вы могли отобразить Бога вашей жизнью. Но, Пол, я маленький рост, и у меня эта родинка на лице. Да, и Бог любит вашу родинку. Пол, я, в отличие от тебя, косноязычный. Вообще, я интроверт. Да, и Бог любит это вас. Но не знаю, где в Библии написано, что Бог меня любит. Что? А какую Библию ты читаешь? Если взглянуть на притчу о жемчужине, ее можно истолковать по-разному. Но вот один из способов. Жемчужина — это вы, а Бог — это купец. У Него и так все было. Он жил во дворце, и ангелы поклонялись Ему. Но когда Он увидел Эшли, когда Он вдруг увидел Айро, Он сказал, Иисус, мы должны отдать все за Айро. Она этого стоит. И этот парень тоже. Мы должны все. Все отдать за Эшли. Мы должны все отдать за Джона. Мы должны отдать все за Си-Джея. Мы должны отдать все за Шерон. Мы должны продать все, чтобы купить эту жемчужину. Когда Бог смотрит на тебя, Он видит себя уникальным. Пока ты не успокоишься и не поймешь, что ты как личность именно такой, каким Бог тебя задумал, ты не сможешь открыть в себе потенциал для Царства Божьего. Он тебя призвал, избрал, сформировал в очереве уникальным образом, чтобы во всей странности ты мог принести Ему славу. За этой болью, что ты испытываешь, скрывается нечто мощное и невероятное. Это Божие обетование, завернутое в боли испытания. Если ты не испугаешься этой боли, ты сможешь открыть. Это Божие обетование в своей жизни. Не упусти его и сделай это. И третье. Продать все ради жемчужины вскапывания. Каждое поле нуждается в том, чтобы его хорошенько вскопали и подготовили, и тогда это поле сможет принести много плода. Каждый фермер знает, что прежде чем что-то посадить, нужно это поле вскопать. Нужно также радоваться процессу посадки, как и процессу сбора урожая. А кто-то так не любит подготовку. Им полезно прочесть место из притчи 20 главы 4 стиха. «Ленивец зимою не пашет». Поищет летом, и нет ничего. Кто-то из вас хочет собирать жатву в вашем браке, но Бог говорит вам, «Когда ты в последний раз жене цветы покупал?» Или «Когда ты в последний раз дарил ей подарок?» «Когда ты в последний раз говорила мужу слова одобрения?» «Как часто ты поливаешь и обрабатываешь почву?» Кто-то планирует собрать урожай в своей компании. Бог говорит, «Начни приходить на работу вовремя, раньше остальных». Кто-то хочет жатвы в финансах, но не сеет Божье Царство. Бог говорит, «Испытай меня, и увидишь, я открою отверстия небесные». Или вы откроете жемчужину подготовки, обработки земли и посадки семян. Я даю вам ключи Царства. Хотите узнать, что у Бога есть для вас? Начните использовать ключи Царства. Вот один из них. Обрабатывайте почву и готовьте ее. «Полно, я и почву обрабатывал, и семена садил, где же жатва». Именно поэтому вам нужно помнить Галатам 6.9. Павел сказал, «Делая добро, да не унываем». Мне сейчас приходится дисциплинировать моих мальчиков каждую неделю. Такое ощущение, что это происходит каждый день. Мне нужно исправлять их поведение, направлять их, обрабатывая их сердца. Я учу их словам. «Спасибо, пожалуйста, извините. Учу их не драться. Мы с женой обрабатываем эту почву, готовим их к жизни». Мы знаем, это займет немало время. И мы устаем в процессе, и ночью не так много спим. Но мы знаем, что нас ожидает хороший урожай. Наши мальчики будут знать, что Бог их любит. И у него есть цель для их жизни. Поэтому мы приводим их в церковь, даже когда они этого не хотят. Мы их готовим. Мы обрабатываем почву и сажаем семена. И доверяем господину жадры. И четвертое – продать все ради жемчужины боли. Вы скажете, Пол, ты, должно быть, ошибся. Боль – это не жемчужина, это проблема. Кто из вас в настоящий момент переживает боль? Кто из вас за последний год пережил немало боли в отношениях, в семье, в вашем здоровье, а? Да, на работе. В отношениях с коллегами или одноклассниками. Мы порой склонны убегать от боли. Я лично боюсь боли. Вчера я порезался и потом нацепил лейкопластырь с Микки Маусом. Не люблю, когда кто-то видит, что мне больно. Но в боли есть что-то, что готовит нас к Божьему обещанию. Боль производит во мне большую продуктивность. Когда больно, я чаще склоняю колени пред Богом. Проходя через боль, я осознаю, что без Бога мне не справиться. Поэтому Бог учил Павла, когда у него было жало во плоти. Многие из вас знают, что это не было обычное жало. Он молил Бога во втором послании к Коринфянам избавить его от этого жало во плоти. В жизни Павла была боль. Это удары сатаны. Это нападки на вас, врага справа и слева. Вы победили в одной сфере, и вдруг начинается атака в другой сфере. Только с одной проблемой покончили. Возникает другая проблема, и вы взываете к Богу о помощи. Как ваш пастор, я уверяю вас, это Бог готовит вас к великому. Проходя через боль, вы в хорошей компании. Иосиф тоже проходил через боль. И так же и Иисус. Они прошли через боль предательства. Иисус прошел через боль креста, но он принял эту боль. Я разговаривал с одним служителем, который вдвое меня старше, и спросил его, каков ключ к тому, чтобы стать хорошим лидером. Проводить много часов в молитве, в слове, в чтении книг, о душе попечении. Он сказал, да, все это нужно, но лучший учитель лидерства — это боль. Чем больше ты можешь перенести боли, тем дальше ты сможешь продвинуться как служитель. Ты сможешь стать великим лидером, если сможешь переносить боль. Больно. Когда вы вкладываете сердце в какие-то отношения, и вас предают. Вы кому-то помогли, а в ответ от вас отворачиваются. Это больно. Больно, когда люди видят в вас только плохое и запоминают только то, чего вы не сделали. Поэтому настоящие лидеры испытывают очень много боли. Я спросил его, а существует иной путь к лидерству? Иисус тоже спрашивал отца, возможно ли, чтобы эта чаша его миновала? Но потом сказал, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. Иисус принял эту же мчужину боли. Он пожертвовал собой. Если тебе больно, приготовься к повышению от Бога за этой болью, что ты испытываешь. Скрывается нечто мощное и невероятное. Это Божие обетование, завернутое в боли испытания. Если ты не испугаешься этой боли, ты сможешь открыть это Божие обетование в своей жизни. Поэтому Павел прорывался со всех сторон, несмотря на давление и на боль, которую ему приходилось испытывать тогда. Он говорил, мне не всегда легко исполнять свое предназначение. Но вот пятый пункт. Боль производит процесс. Это не веселое время. Процесс занимает какое-то время. Мы хотим, чтобы Бог все сделал сразу, как попкорн. Бог, мне нужна эта новая должность и нужна сейчас. Но Бог говорит, прекрати жить ради получения должности. Посвяти себя процессу, потому что моя цель для тебя гораздо больше. Я знаю, что все твои друзья переженились. У них уже дети. И зарплата их побольше, чем у тебя. Но доверься мне. Я приготовил для тебя нечто прекрасное. И сейчас я готовлю тебя к этому. Евреям 6 глава 15 стих гласит, что после того, как вы с терпением ждали и приняли жемчужину процесса и подготовки, Бог творит жемчужину чистоты в вашем характере. Ваше сердце становится чистым. Вы перестаете делать что-то с неправильным мотивом. Перестаете делать что-то лицемерно. Бог проводит вас через этот процесс, и каким бы он ни был болезненным, несмотря на то, что мы еще не видим жатвы. Но если мы приняли жемчужину процесса, Бог производит вас жемчужину чистоты. И когда вы вступите в его цель, вы будете готовы. Давид всего лишь пас, стадовец отца. Его никто не видел и не знал. Это был процесс подготовки. Потом он прошел подготовку через атаки Саула. Все это очищало его сердце и готовило его стать лидером от Бога. Он принял жемчужину процесса. Следующая жемчужина — это своевременность. Я как-то говорил со своим другом, и он лидер в церкви. Я человек дела, мне нравится активность, мне нравится, когда приходит идея, и ее можно быстро, сразу воплотить и реализовать. Он сказал, Пол, царство Божие — это не спринт, не эстафета, это марафон. Вы бичуете себя, что еще не достигли той точки, к которой стремитесь, но Бог говорит вам сегодня успокойся. Ты идешь с правильной скоростью, и у тебя все хорошо получается. Я знаю, ты видишь, что другие идут дальше и быстрее, но лучше тебе придерживаться правильной скорости. И седьмое. Ты должен продать все ради жемчужины простоты. Ты должен понимать, что жизнь полна непримечательных дней. Эти дни не описаны в Евангелиях от Матфея, Марка, Евангелиях Луки и Иоанна, но эти дни были в жизни Иисуса. Он 30 лет прожил обычной жизнью. Первое его чудо мы увидели только тогда, когда ему исполнилось 30 лет. Так же и с учением, но предыдущие дни жизни готовили его. Простые дни, когда он помогал маме и папе и был хорошим сыном. У кого-то на этой неделе будут простые дни, но в этот период Бог творит в вас невероятные. Когда я служил уборщиком в церкви, Бог готовил меня к тому, что я делаю сейчас. Нам нужны простые дни, чтобы приготовиться к чему-то мощному. Это приводит к восьмому пункту – жемчужинам молитвы. Кто-то из вас уже давно игнорирует молитвенную жизнь. Вы отдались паранойе вместо молитвы. Пора уже выключить телефон и войти в тайную комнату. Нужно угождать Богу, а не людям полностью отдайтесь молитве. Продайте все ради жемчужины молитвы. Молитесь, даже когда не видите прорыва. Принцип царства в том, что когда я молюсь, Бог будет двигать горы, и я буду молиться с верой и упованием. Илья и Даниил полностью посвятили себя молитве. Даниил молился каждый день, открывая при этом окна. Также он молился и при закрытых окнах. И когда его бросили в льви ныров, он был готов использовать силу Божию в нем. Жемчужина молитвы открывает дверь для жемчужины Божьей силы. Поэтому, увидев пасть льва, я не убоюсь. Илья молился и сказал, «Будет дождь, грядет пробуждение». Все говорили, что-то не похоже. Но Илья продолжал молиться. Скажите, «Молиться!» Вы должны продать все ради того, чтобы приобрести жемчужину Божьей цели для вашей жизни. Я призываю вас проанализировать, какие сферы вашей жизни еще не посвящены Богу. Вы посвятили себя молитве или паранойе? Кому вы больше стремитесь угодить, Богу или людям? Мы каждый день стоим перед выбором, куда мы будем направлять свои эмоции и чувства. Почему не продать все ради самого процесса? Вы учитесь посвящению в самые простые дни и во дни боли. Продайте все ради жемчужины Божьих обетований и посвятите себя тому, к чему вас призвал Бог. И, пожалуйста, сейчас повторите за мной эту молитву. Скажите, «Иисус, я продаю все ради того, чтобы следовать за тобой и исполнить твою цель для моей жизни. Я весь твой. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Когда мы посвящаем себя полностью, происходит невероятное. Мир, радость и возможности текут в нашу жизнь, как река. Верю, что у вас тоже так будет. Мы любим вас. Спасибо, что смотрите нас и поддерживаете наше служение, чтобы мы могли достигать мир. Помните, что ваши лучшие дни прямо перед вами. С Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова